Дисней, сказка, да? Продукт американской культуры. Погнали! Глотнежка, семь гномов. Чему ищет сказка? Зависимая, блядь, малыха, убегающая к семи мужикам, которая их динамит и ждет семь куколдов, которые обслуживают хотелки главной барышни, главная неадекватная подруга, ослушалась куколдов и потом ждет чувака. То есть это очень прямая мелогия к чему? К эмоциональной депривации, когда барышня умертвая и ждет зависимого чувака, который, поцеловав ее, разбудит и разрушит в ней эмоциональную зависимость. Разъеб сказки номер раз. Касается ее чудовища. Но это вообще конечное. Исходя из их же культуры, жертва приходит к агрессору, который ее же, отца убивает, по-моему, и получает стынгольский синдром. Начинает защищать своего типа, и потом в него влюбляется. Разъеб номер два. Русалочка. Рыба вообще. Максимально вагиноцентричная девочка, которую вырастили абсолютно в неадекватных условиях, с абсолютной вседозволенностью, с абсолютным непониманием того, что такое девочка, что такое женщина. Абсолютно. Зевз, блядь, посидон, блядь. Не подчиняться богу океана. Это как нужно воспитывать ребенка, чтобы он своего отца не признавал? О чем мы разговаривали? Жасмин Аладдин. Ну это вообще такого не бывает в реальном мире, чтобы принцесса влюбилась в нищего. Да, тут, блядь, нечем разговаривать. Золушка, это 50 зенков серого. Так не бывает. Это вообще, это вообще шиза, блин. Падчерица, которая с абсолютно низкой самооценкой встречает типа, который в реальном мире такого не бывает. Это просто, это история для идиотов, которые будут в это верить. Хуан Мулан, это вообще конечная. Подруга переоделась в мужика, и она, видите ли, спасла весь мир, всю династию. Ну это еще куда не шло там, через уважение. Геркулес. Там вообще конечная, чувак, полный олень. В целом все. То есть, вы понимаете, расти, как оказалось, не о чем. Ни один архетип, ни один архетип взаимоотношений в диснеевских мультиках не является пригодным для жизни. Если человек ссылается на то, что он вырос в этой среде, в этих архетипах, в этих взаимоотношениях, я могу с точностью утверждать, что в его жизни будет абсолютная жопа в области взаимоотношений. То есть, абсолютная, безапелляционная жопа. Жопа. Не хорошая, красивая, приятная, натянутая, подкачанная, а обтянутая, целлюлитная, ужасная, не вызывающая ничего, кроме желания отвернуться, жопа.